В школе номер 12 на Чекаловской учащиеся прекрасно знают, правильно выбрасывать отходы важно и нужно для того, чтобы наша планета оставалась красивой и здоровой. Сзади меня у школы номер 12 стоят, как и положено, два бака. Один серого цвета для смешанных отходов и синий для сухих отходов. И, конечно же, все ученики уже учатся правильно выбрасывать мусор. У нас в школе установились тоже эти контейнеры, синий и серый, и ребята, ознакомившись с информацией, куда что надо выбрасывать, они тоже стали сортировать этот мусор и дома тоже стараются родителям говорить, что это необходимо, потому что нужно улучшать все-таки экологию. Все с пониманием относятся, говорят о необходимости этого для того, чтобы сберечь непосредственно весь ресурс Московской области для будущих поколений. Для младших классов даже проводятся специальные тематические уроки. Куда мы с вами относим? Батарейки, лампы, лампы, клубы, все у нас специально есть, на заправочных станциях хорошо. А вот в детском саду «Солнышко» и оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» к вопросам правильного сбора мусора подходят творчески в виде своеобразного интерактива. Так детям проще усваивать информацию и понимать всю ее важность. И вот она идет в подземные речки. Представляете, сколько стоит нам, чтобы вычистить ее и потом в краны пустить? Чем раньше дети начнут усваивать то, что мусор надо разделять, что мусор надо выбрасывать в специальные какие-то контейнеры, в специальные какие-то пакеты биоразлагаемые, тем лучше. Мы считаем, что переработка мусора – это единственный экологически чистый вариант, который может спасти нас от загрязнения. А вот если мы будем определить мусор, то вот так у нас получается, что у нас будет 99,9% будет земля зеленой, а только 0,1% будет свалка. Продолжение следует...